Ну что, всем привет, друзья! Это фишки номер 2 по 85-й карте, поэтому тянуть не буду. Поехали! Так, друзья, что ж мы будем тестить? Первое, это, конечно же, покупку Quartet Staff, как мы покупали в прошлый раз. Quartet Staff у нас здесь не появлялся, он не собирался в Oblivion Staff. И, конечно же, куда он девался? Нам говорили, что он девался, короче, в противоположную сторону лавки. Давайте это проверим. Покупаем Quartet Staff и смотрим. У нас не собирается Oblivion Staff. Покупаем еще один. Один, артефакта нету, деньги снимают. И артефакт появляется именно здесь. Также это работает и в другую сторону. Я проверил, если здесь вы закупаетесь и у вас нету слота, Quartet Staff улетает туда. В общем, неправильная какая-то тут доставка. Так что будьте бдительны. И в случае, если вы вот так ошиблись, то, конечно же, просите тиммейта, чтобы он вам помог и подобрал этот артефакт на другой стороне карты. Так что будьте внимательны. Следующая фишка, друзья, у нас будет касаться Диффуза. Очень интересное и очень хорошее обновление, которое я здесь заметил. То, что Диффузиал Блейд у нас теперь обновляется. В случае, если он у вас закончился. Допустим, если Диффуз первого левела, вы аппаете его во второй. А второй левел Диффуза, если у вас уже кончается, то вы можете купить рейси пиззад 700 золотых. И у вас обновится заряд Диффузиал Блейда. Это очень круто. И тем, кто пересобирает Диффуз постоянно, это будет очень полезно. Но я лично всегда пересобирал, и для меня сейчас эта фишка, если честно, новая. Потому что всегда Диффузиал Блейд имел только два заряда. Только один первого левела и второй. Итого 8 плюс 8, 16 зарядов. Все, более он не имел. А сейчас безгранично. Юзайте хоть на крипов, а потом берите и покупайте. Так что вот такая тема, друзья. Пользуйтесь. Итак, друзья, следующая фишка. Это та фишка, которой я пользуюсь повседневно на стриме. Рекомендую вам ею тоже пользоваться для того, чтобы лучше отстаивать лайнинг. Как правило, я стою на стримах в центральной. И, конечно же, если у оппонента есть вард, я максимально быстро пытаюсь его снять. Как это сделать? Давайте поставим здесь сентри. И в случае, если мы стоим на меду, то мы можем быстро снять вард. Вот так вот не бежать к нему и стоять его бить. Это не профитно, друзья. Если у вас есть топорик или есть тангус, вы можете с легкостью по нажатию топора или тангуса сразу же уничтожить этот вард. Давайте, в пример, вот этот возьмем вардик и возьмем, конечно, нажмем на него тангус. При этом мы сразу его снимаем. То есть мы уничтожаем все 200 хитпоинтов на варде. И, конечно же, при этом у нас еще и будет работать тангус. Тангус работает одинаково. Что кушаем дерево, что кушаем вард. Это очень важно понимать. То есть если вы хотите, не отходя, так сказать, от кассы, знаете, что вард есть и вам сейчас вард принесет, у вас недостаток хитпоинтов, вы ставите сентричок и поехали. Кушайте варде, компоненты и все. Также я обычно дерусь за варды. Если я играю на бруде, допустим, брудой очень важно иметь свое пространство. Если ставят сентри, сетка ее просто не будет работать. Поэтому ставится вард и сразу же топориком или тангусом прокликивается это в центре. Опа, сразу уничтожается. При этом, вы еще могли заметить, нам дают золото. Золото дается у нас в пассивке алхимика. Алхимик тут тоже не просто так. И, конечно же, минер тоже тут не просто так. Топорик у нас помогает уничтожать также мины. Это уже вторая фишка в этих подфишках будет. Поэтому, друзья, пользуясь тангусом, вы, к сожалению, не сможете уничтожить эту мину. Вот так берем и желательно делаем все через shift. Нажимаете топор, shift и в сторону. Это позволит вас засейвить вот при таком дифьюзе. Надеюсь, ребят, вам это понятно, что варды у нас уничтожаются тангусами и квилинблейдом. А мины у нас уничтожаются квилинблейдом. Все простенько, друзья. Поехали next-овые фишки смотреть. Следующая фишка у нас будет, конечно, касаться задротов минера. Друзья, некоторые, видя на стриме, как я играю на минере, постоянно пишут «Ставь мину одну в одну. Ты рак, ты ничего не можешь». Друзья, на этой карте минов одну в одну не ставятся. Как бы вы ни пытались, это не 83-я карта. И мины здесь ставятся по четкому такому хитбоксу. Поэтому, друзья, для того, чтобы поставить мины в кучу, допустим, первый спелл, вы должны зайти на 83-ю карту. Ну, не на 85-ю. Ну, а также, как ставить бочки, я это миллион раз показывал. Берете, выделяете, конечно же, нажимаете вот сюда, чтобы он сюда ставил. И он сюда ставит, и получается одна вот такая большая бочка. Ничего сложного нет. Друзья, прежде чем что-то писать, в первую очередь, конечно же, узнайте, правильно ли то, что вы говорите. Поехали на следующую фишку. Следующая фишка, друзья, у нас будет посвящена Блэйд Фьюри, Джиггернауту, и, конечно же, всем возможным рутам, которые у нас тут есть. И в чем прикол, спросите вы. Все вы знаете, что Джиггернаут, когда крутится, он находится в иммунитете. То есть, мы не можем применить на него какое-то магическое заклинание. Но мы можем сбить ему крутилку, но при этом крутилка будет продолжать работать, но без эффекта. Как это будет? Смотрите. Джиггернаут у нас крутится, кидаем в него рут, иммунитет с него спадает, но он продолжает наносить урон с помощью крутилки. Это работает постоянно, вот эта тема. То есть, неважно какой рут, даже вот так вот, если тренд сбивает ему ультимейтом, Джиггернаут будет стоять на месте, но Блэйд Фьюри продолжает работать, но эффекта как такового нету. Когда Джиггернаут не крутится, с него слетает магический иммунитет. Но дэмэдж, который идет у нас каждую секунду с Джиггернаута, с Блэйд Фьюри, он будет продолжать работать. При этом это также работает и при Аегисе. То есть, если Джиггернаут успевает под конец включить крутилку и умирает с Аегисом, посмотрите, дэмэдж продолжает идти, но эффекта нету. Джиггернаут, по сути, мертвый. Это еще раз подтверждает, что все способности в доте, ну почти все, они привязываются к самому юниту и, конечно же, продолжают работать, несмотря ни на что, как мы тогда Санкинга толкали. Так что вот такая тема, друзья. Если Джиггернаут у вас пытается убежать, киньте в него просто рут и, конечно же, слетит у него магическое сопротивление, и вы сможете спокойно его настигнуть. Но не забывайте, что дэмэдж продолжает работать от Джиггернаута. Поехали на следующую фишку. Следующая мини-фишка, друзья, это то, что Лазер Феникса мы можем видеть, где бы он его не кастовал. Эта фишка очень прикольна тем, что если вдруг вы думаете, что оппоненты сейчас находятся на Рошане, и Феникс, как обычно, начинает подхиливать своих союзников для того, чтобы забрать Рошана успешнее, то он может вот таким образом подспалить своих союзников. Поэтому, друзья, если в ЭС есть Феникс, обязательно иногда чекайте Туман Войны, и вы можете так спалить, где находятся оппоненты, или, по крайней мере, где находится Феникс, потому что его Лазер видно через Туман Войны. Очень такая мелкая фишка, но тоже годная, друзья. Запоминайте. Следующая фишка, друзья, называется Хейт Контроль. Я, к сожалению, не хотел эту фишку вам показать, потому что есть планы по контенту, и вы уже будете полностью догадываться, как это будет у нас все работать. В чем фишка, спросите вы? Для начала нам нужно слить какого-нибудь оппонента и дождаться, конечно же, его респауна. А дальше я вам покажу, что будет происходить. Следующая задача в реализации Хейт Контроля, конечно же, должен у нас находиться Трал рядом с базой. Можно стоять здесь, можно здесь. И, конечно же, когда оппонент у нас рисуется, мы должны нажать на него Глимс. И как вы думаете, куда оппонент прилетит? Конечно же, на это же самое место. И тут его уже будут ждать, встречать, и, конечно же, будут уже наказывать. Это очень интересная фишка. Но, если не ошибаюсь, когда Трал делает Глимс, тогда его становится видно. Поэтому, друзья, догерочком аккуратненько уходим сюда куда-нибудь, и у нас все хорошо. При этом это можно юзать постоянно. Это очень годная тема. Можно ночью и днем, потому что вижена хватает для того, чтобы здесь пристально кликать. На оппонента, который у нас будет рисаться. При этом нужно такого оппонента, чтобы у него было КД примерно реза 18-20 секунд. Чтобы его просто по КД туда отправлять и фармить. Очень прикольная и интересная фишка, друзья. Поехали, next. Следующая фишка у нас будет посвящена Нерубиан Ассину, которая находится у нас в закопанном состоянии. Тускару и Тиннику, конечно. Как можно передвинуть Нерубиан Ассина, не, так сказать, не юзая кнопки на Нерубиан? Вы просто берете, либо шариком его передвигаете, либо, если Тинни видит Нерубиан Ассина, он может просто его куда-нибудь откинуть. При этом это может быть оппонент Тинни или, в принципе, союзник. Это очень прикольная тема тем, что, вот, казалось бы, ну, куча закопана, да, но ее можно передвинуть. Еще такой прикольный эффект, когда кидаешь. Так куча просто передвигается. Это довольно-таки забавно. И можно так еще и на Рубчика немного и подсейвить. Как видите, это все очень прикольно работает, друзья. Следующая фишка, друзья, у нас будет посвящена бесплатному такси, которое у нас будет работать так. Мы берем птичку, залазим в нее на Найксе, и, конечно же, мы можем отправлять ее куда угодно. При этом еще и можно Найксом переманить эту самую птичку и, конечно же, лететь туда, куда мы хотим. И, конечно же, высадиться там, где хотим, друзья. Очень прикольная тема, что позволяет, на самом деле, пролететь куда угодно Найксом. При этом Найкс сам может перехватить контроль у нашего Риксара и, так сказать, в оппонента, в оппонентскую птичку мы также можем залезть и, конечно же, куда-нибудь высадиться вот так вот. Очень даже прикольная тема. Мини, мини-фишечка, но прикольная. Следующая фишка у нас будет уже давно известная фишка, друзья. Все мы помним, как я делал маленького Тинника, которого не видно у нас по карте, конечно же. И сейчас у нас получается вот такая вот смешная тема. Когда у него есть Аганим, у него появляется вот такой вот эффект хождения. Очень прикольный, интересный эффект, когда он такой маленький, знаете, перебирает. При этом его совсем не видно. И в тот момент, если мы вкачаем ему ультимет, тогда его станет видно. Это очень интересная и прикольная фишка. Как она делается? Она делается с помощью Хиггса и Бладластов. Очень-очень-очень интересная тема. И, конечно же, вот этот вот эффект, который у нас был, он реально тоже очень интересный. Но если вы попробуете это сделать еще разок, будучи находясь уже в каком-то уровне ультимейта, то у вас Тинни уже не сможет быть таким маленьким. Поэтому, если хотите это юзать, конечно же, юзайте это в том моменте, когда у Тинни нет шестого уровня. И вы сможете прикольно вот так подобузить. Кстати, сегодня на стриме это попробуем. Это реально интересно. Следующий тест у нас, друзья, такой. Все у меня спрашивают, насколько можно высосать Сларком ловкость и вообще всю атрибутику у оппонента. На скольки можно раскачать Сларка в ловкости. Давайте посмотрим сейчас эту тему. Смотрите, Сларк у нас продолжает душить. У нас сейчас 150 ловкости, уже растет у него очень сильно защита, очень сильно растет атака. А у нашего Дума, в принципе, тут все очень безгранично. И до какой степени это может продолжаться, мне, если честно, очень интересно. Но мне кажется, это будет продолжаться до того момента, пока у Сларка не начнут спадать те стаки, которые он набивал 2 минуты назад. Но я сейчас немного подожду и посмотрю конечный результат. В прошлых фишках я уже тестил, что Сларк может высосать статистику до того момента, пока у оппонента не станет одной силы, одной ловкости и одного интеллекта. Далее атрибуты не могут уйти в минус. Но если остается хотя бы один атрибут, а именно сила, ловкость или интеллект, то Сларк продолжает сосать ловкость, друзья. Итак, друзья, прошло уже ровно 2 минуты. И как вы видите, Сларк уже не может набирать ловкость. Она сейчас будет постоянно падать, потому что я уже бью 2 минуты. И максимально у меня получилось раскачать ловкость Ларка до 888 единиц примерно. И, конечно же, атака у нас стала почти по 1000 и 124 армора. Ну и сейчас, конечно же, ловкость у нас начнет падать, потому что 2 минуты мы душили. Вот такой вот мини-тест, друзья, для вас, для того, чтобы расслабиться немножко. Ну что ж, поехали далее. Следующая фишка, друзья, давно уже известна. Это баг фейзов. Конечно же, под конец формы нажимаем фейзы. И у нас получается так, что персонаж начинает бегать со скоростью 522 при нажатых фейзах. Также это работает у нас еще и на Каолине. Но делать вам этого я не рекомендую, потому что это, друзья, багаюз, который наказуем. Поэтому, друзья, с этим поаккуратнее. Следующая фишка у нас будет касаться, конечно же, сноубола Тускара. Все вы знаете, что во время сноубола вы находитесь в неуязвимости. Когда Тускар находится в сноуболе, он находится в неуязвимости. Также его союзники, которых он берет, они будут также неуязвимы. Но тут есть один прикол. Все вы знаете, что в сноуболе еще также можно переключать артефакты и пользоваться каким-нибудь хилом. Как правило, Тускар опытный. Он может юзать во время сноубола всю вот эту тему на лохопа и, конечно же, очень сильно досаждать. Но есть способности, которые пробивают эту неуязвимость. И давайте их разберем. Первое, что мы будем разбирать, это, конечно же, стан Сандкинга. Давайте посмотрим, как это будет работать. Смотрите, допустим, Тускар у нас сюда накатывается. Но Сандкинг может простанить его вот так вот. Причем, когда Тускар выходит со сноубола, он находится еще в стане. Если вы правильно подберете, то можно вот так немного поднасолить. Насчет демеджа, конечно, демедж тут нужно сейчас проверить. Давайте посмотрим. Допустим, вот Тускар у нас накатывается. И будем вот так вот простанивать. Демедж также наносится, как вы видите. Очень важно подгадать тайминг. Конечно, вот такая вот у нас первая тема. Далее, что мы будем тестить, это, конечно же, Коги Клокверка. Давайте посмотрим, как это будет работать. Все вы знаете, что Коги это очень неприятная вещь. И для Тускара это тоже не ново. Смотрите, когда Тускар у нас накатывается, нам достаточно просто поставить Коги. И Тускар у нас сюда залетел. Но он, бывает, не залетает. Но и, как видите, он продамажен. В зависимости от того, как Коги поставятся, Тускар у нас может в них просто врезаться и остановиться. Следующая способность, которая у нас будет пробивать Сноубол, это у нас, конечно же, ЕМП. Давайте-ка останем ЕМП и посмотрим, нанесется ли урон. Да, нанесся урон и сожглась мана. Как вы видите, Тускару досталось. Это очень круто и это очень прикольно. Следующая способность, которую мы будем тестить, это, конечно же, Агр Акса. Давайте посмотрим, как это работает. Смотрите, у нас накатывается сюда Сноубол. Акс подходит, юзает Агру и у нас Тускар бежит в Агри к нам вот сюда. И это очень прикольно. Ну и крайний герой, которого мы будем сейчас тестить, это, конечно же, Венга со второй способностью. Давайте сделаем уже Сноуболь и давайте посмотрим, что будет происходить. Накладывается у нас, смотрите, способность спокойная. И это значит, что спокойно она будет работать. Но демеджа, как вы видели, не нанеслось. Вот такой вот вам небольшой тестик, друзья. Поэтому поехали далее. Следующая фишка у нас будет посвящена Ерчейкеру, Боттлу и, конечно же, Дабл Дэмэджу. Если вы берете Дабл Дэмэдж в Боттл вравым кликом, просто так, при этом, если у вас, допустим, даже нету зарядов, то у вас берется Дабл Дэмэдж в Боттл и, конечно же, оно еще вешается и сверху, что позволяет вам дополнительно еще на лайнинге покрипиться немножко. Ну и, конечно же, потом, после того, как оно у вас закончится, можно заюзать еще раз Боттлу. Очень прикольная фишка и помогает в начальной стадии, поэтому пользуйтесь. Следующая фишка, друзья, у нас будет посвящена аурам персонажей, а именно аури Венге, аури Люкантропа и, конечно же, аури Волка. Да, эти ауры стакаются, друзья, и, конечно же, у Венги 36%, у Люкантропа 30% и у обычного Волка 30%. Итого, на 96% у вас будет увеличен урон, но у Люкантропа тут еще и немного атак спид будет увеличен, но это ничего страшного. Посмотрите на урон Люкантропа, он на 96% просто увеличен, тупо потому что находится рядом Венга и Волк. И у Волка, смотрите, на 96%, а у Венги немного побольше за счет троксы. Давайте посмотрим, как у троксы все улучшится. Смотрите, у нее 72 демеджа, сейчас станет 174 просто так, то есть ничего на урон нету у троксы, и это очень жестко. Поэтому, друзья, если хотите с друзьями потестить эту тему, обязательно берите Венгу, Люкантропа и берите Волка с леса, и посмотрите, насколько высокий будет у вас урон. Интересно, а какой урон будет у Тини? Ведь у Тини родной урон, который привязан, и он будет улучшаться. Итак, друзья, фишки по дотке немного у нас отходят в сторону. И сейчас я вам расскажу, как бесплатно получить про-аккаунт лайтовый, где вы не можете ставить латенс 25, но вы можете видеть лобби абсолютно. Начнем с того, что такое вообще про-аккаунт. Про-аккаунт это у нас такая вещь, которая позволяет видеть статистику. Вообще, в общем, вот скриншот у нас, видеть статистику вот так вот. И что мы тут имеем? Как видите, тут очень много перечислений всяких, что мы можем видеть и какие у нас есть плюшки. Как получить этот про-аккаунт, не покупая и не тратя денежки свои, друзья? Играя в 85-ю карту, вы будете получать вот такие вот уведомления на сайте. За игру на новой карте у вас есть шанс получить про-аккаунт на несколько дней. Вот вам и повезло. Поздравляем! Продолжайте играть на новой карте и повышайте свой шанс получить бесплатный про-аккаунт. Друзья, играя на 85-й карте, на RU9, на RU5, по-моему, тоже на RU5 можно играть, то вы можете стать обладателем легкого про-аккаунта. Конечно же, на изи на несколько дней вам может выпасть про-аккаунт. Поэтому играйте в 85-ю, это вам такая мотивация, чтобы играть. Смотрите гайды и, конечно же, кайфуйте, друзья. В общем, на этом все. С вами был Ксен Азас и до скорого.